Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Вот чего вы, наверное, не знали. Конгрессмен Александра Акасио Кортес, голос улиц, на самом деле выросла в идилическом маленьком городке Йорктаун Хайтс, в 45 милях к северу от Нью-Йорка. Слушая, как она теперь разжигает расовую рознь, не догадаешься, что городок, где был дом Александры Акасио Кортес, более чем на 90% населен белыми. Усредненный доход семьи там более чем вдвое выше, чем в среднем по стране. В списках недвижимости дома стоимостью в миллион долларов на больших участках земли в закрытых жилых комплексах. Это очень приличное место. Йорктаун Хайтс настолько зажиточный и мирный городок, что ему даже не нужен собственный департамент полиции. Вместо этого он рассчитывает на 59 человек, защищающих более крупный близлежащий город. Вот, трущобы, породившие Александру Акасио Кортес. Одну из самых привилегированных революционерок в стране. В то время она называла себя Сэнди Кортес. Она воображала, что везде может быть точь-в-точь, как в Йорктаун Хайтс. Стоит только избавиться от полиции. По-видимому, она до сих пор в это верит. Забавно, люди спрашивают меня, на что похож мир, в котором перестали финансировать полицию. Я говорю, что он похож на пригород. Похож на пригород. К сожалению, не все живут в таком безмятежном и защищенном пригороде, как тот, где росла Сэнди Кортес. Сплошные распродажи и вечеринки у бассейна. В таких городах, как Сент-Луис и Балтимор, насилия больше, чем в Сальвадоре. И с каждым днем там все опаснее. В Милуоке только в этом году число убийств возросло почти на 40%. Скоро город может поставить свой новый исторический рекорд по убийствам. Вскоре это может произойти и в Чикаго, и в Канзас-Сити. Только на минувших выходных в Чикаго подстрелили 64 человека, 11 убили. 11 трупов за одни выходные. Никто из этих людей не погиб от избытка полицейских на улицах. Они погибли потому, что полицейских было слишком мало, отчасти благодаря лозунгам избалованных дилетантов, вроде Сэнди Кортес. Когда в опасных местах сокращается присутствие правоохранительных органов, это влечет за собой рост числа убийств. Город Нью-Йорк расформировал подразделения полицейских в штатском и урезал финансирование своего департамента полиции на миллиард долларов. Результат? Число инцидентов со стрельбой выросло более чем на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число убийств выросло на 21%. Незаконных проникновений в дома на 30%. Жить в Нью-Йорке сейчас опаснее, чем когда-либо за последнюю четверть века. Только прошлым вечером застрелили младенца, который спал в прогулочной коляске на пикнике в Бруклине. Мэр Билл де Блазио, почти в одиночку разрушивший город, назвал убийство ребенка таким горем. После чего продолжил исполнять свой план по выведению из строя департамента полиции Нью-Йорка. Он отменил наем более тысячи копов. Объявил, что полиция больше не будет обеспечивать безопасность школ. Чем это кончится? Мы прекрасно знаем, смертью большего числа малообеспеченных детей. А на Билле де Блазио это никак не скажется. Его семья останется под защитой вооруженной охраны за счет налогоплательщиков. То же касается и Сэнди Кортес, и Барака Обамы, и всех остальных политиков, которые призывают лишить защиты вас. Они никогда не почувствуют последствия на своей шкуре. Поэтому они за.